Станут ли меньше курить? В Можелисе приняли и направили в Сенат закон по вопросам здравоохранения. В нем установлен полный запрет вейпов в Казахстане. В правительстве надеются таким образом оздоровить нацию. А что думают по этому поводу простые обыватели, начавшие впрок запасаться электронными устройствами? И в чем, по мнению экспертов, необходимо искать корень распространения зависимостей? Мнение выслушала Ирина Вабещевич. Да, говорили. Говорили, что до конца года уберут. Должны запрещать такой закон. Продажи, как и прежде. Пока вейпы, всевозможные аналоги имеются. Но уже вскоре все изменится, и некоторые точки просто исчезнут. В соответствии с законом о внесении изменений, дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения запрещается ввоз, производство, продажа и распространение вейпов. Об их вредоносности уже не раз говорили. И запретом намерены оградить молодежь от пагубного пристрастия. Вчера общественный фонд детский вывесил, они сделали исследование, да, соцопрос, порядка 300 или 400 детей опросили, юноши. И они показывают, что 80% юношей Алматы и порядка тоже 80%, даже больше, астанчан юношей употребляют эти вейпы. Это же страшно. Удручающая статистика по всей стране. Да вот только нехорошая тенденция наметилась уже сейчас. А есть такое, что сейчас активнее начали скупать, потому что знают, что их запретят? Да, активнее. За оборот вейпов вводится уголовная ответственность. Максимальное наказание за продажу – арест до 50 суток. За ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет. За те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно до пяти лет лишения свободы. В окружении пользуются, многие пользуются, молодые пользуются, но, я думаю, особо этот запрет никак не сработает. В Европе же давно заблокировано это все. И, в принципе, это все как продавалось, так и будет продаваться. Оно в телеграммах спокойно продается, нелегально так же возится, оно и будет, и было, и останется. Они этим запретом только, не знаю, сильнее сделают, наверное, спрос. Если молодой курил, ну, он так и будет курить, мне кажется. Ничего не изменится особо. Для молодежи приобретение вейпов может обернуться увлекательным квестом. В крайнем случае начнут искать замену. Печально, что многие бросили курить, перейдя на вейпы, а сейчас статистика табакокурильщиков может поползти вверх. Я думаю, если человек уже бросил сигареты, он не захочет возвращаться после, не знаю, вкусного запаха, вкуса, возможности курить где угодно, когда угодно и сколько угодно. Запаха нету, поэтому, я не знаю, все останется, как и есть. Как заключают мировые эксперты, молодые люди с наркозависимостью в 90% случаев начинали с вейпов. Они служили так называемым спусковым механизмом для приема веществ покруче. Казалось бы, стоит полностью запретить вейпы, и все проблемы уйдут. Эксперты утверждают, что это не совсем так. Андрей Ковалевский уже 15 лет занимается вопросами реабилитации. На его практике уже сотни людей, в итоге отказавшихся от своих зависимостей. Инициативу государство по запрету вейпов поддерживает. Но если ребенок в семье не получает здоровую долю любви и внимания, то будет искать компенсацию в разного рода зависимостях. И однозначно, родители не должны перекладывать, снимать с себя вот эту часть родительскую и говорить, это виновата школа, это виновата общество или еще что-то. Это часть родителей. Этим должны заниматься родители. Они смотрят, что есть, к чему расположен его ребенок. К примеру, может быть, это искусство, может быть, это к спорту. Окей, направьте ребенка в этом. И он будет получать от этого удовольствие, а не чего-то другого. Ирина Вобещевич, Мир Жума Муратов, Николай Шевелев, 5 канал.